Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! А что это за игра? И где это мы вообще находимся? Какой-то старый гольф, чё, деревня? И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть, точнее, начинаем в новую игру Перегончик Автомобиля Лайт. Но перед тем, как мы начнём, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Они спрятались в салоне этого старого гольфа. Ну-ка, давайте глянем в стекло и кто там. Погодите, там мои подписчики. О, это они! И если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик прямо в салон тачки, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадёшь в моё новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, эту замечательную игру мы уже могли видеть в, собственно говоря, плей-маркете. Видите, эти разработчики, которые выпустили Перегончик Лайт, уже выпускали наподобие игру только в пиксельном стиле. Но это уже что-то более новое. Как видите, очень-очень более знакомый интерфейс игры, который очень часто сейчас встречается в различных играх. Это, видимо, такой вот на базе одного движка он работает. И, на самом деле, довольно-таки прикольно, как всё смотрится. Суть игры заключается в том, что нам нужно перегонять различные автомобили. Я не знаю, что тут как работает, но, действительно, мне очень нравится графика. И, на самом деле... О, тут даже боты есть, ё-моё. Они не очень умные, но, ребята, они есть. Это, блин, это очень прикольно. Это добавляет городу настоящей прям живности. Прямо вот реально город живёт. Какой-то такой американский посёлочек, такой вот прикольненькие дома. Я бы хотел бы тут покататься на какой-нибудь оперской семёрке, посуетиться. Ну, тут, кстати, физика... О, тут физика тоже такая более-менее оперская. И камеры, я так понимаю, что тоже, да, для оперской езды есть. Да-да-да-да-да. Ё-моё, вот это, я понимаю, суета. Окей. Тут, дорогие друзья, вот катаются такие квадратные Toyota Camry старенькие, да? Это ж Toyota Camry? Да-да-да-да, это Toyota Camry старенькая. Тридцатка. Отличненько. Тут вот такие есть и на задания появляются. И тут нам нужно выбрать. Вот, дели доставка автомобилей. Получим 25 долларов и 5 опыта XP. Давайте попробуем старт нажмём. Отличненько. Мы взяли какой-то заказ, то есть мы должны угнать тачку. Это у нас будет какая-то старая Peugeot, да, дорогие друзья? Вы замечаете, что это старая Peugeot? Ё-моё, она уже, кстати, заведена. Нам нужно что-то просто её взять и отогнать куда-то. Окей, давайте так и сделаем. Кстати, не очень удобно то, что когда ты от первого лица, приходится самому как-то вот неудобно как-то управлять вот этим вот кликером. Окей, но это ладно, это мелочь в принципе, потому что тут на самом деле очень красивая графика. Мы можем реально перегонять различные автомобили. Ну, это круто. За это разработчикам лайк. Окей, давайте возьмём эту тачку. Попробуем её куда-нибудь перегнать, куда там разрабы хотят, чтобы я её отвёз. И посмотрим, что вообще это за игрушка. В принципе, по графике реально очень кайфово смотрится. Так, всё, я вижу, меточка, меточка у нас есть. На самом деле, было бы удобнее, если бы у нас была какая-нибудь мини-карта, по которой можно было следовать. Ну, в принципе, и так всё довольно-таки понятно. Просто едешь по трассе и отправляешь вот эту тачку. Кстати, реально тут оперскую езду можно наводить. Посмотрите, что за суета. Реально, можно даже по оффроуду скоротать путь. Я уверен, что все, кто играет в эту игру, скоротают путь вот таким вот образом. Но мне игра нравится. У неё очень мало скачиваний. Опять же, это абсолютно не реклама. Просто я сейчас стараюсь искать новые молодые проекты и давать им как бы ход. Чтобы у них было всё отлично. Так, мы приехали. Тачку чё, я не туда поставил. А, вот здесь где-то надо было тачку поставить или чё, я не понял. Ну, а-а-а, короче, надо вот сюда поставить тачку, наручничок и выйти с неё, да? И тогда будет всё работать? Вот так, ну-ка. Не понял, не понял, не понял, не понял. Чё-то не работает. Странно, игра как-то непонятненько нам хочет что-то сказать. Либо нужно куда-то... Ё-моё, я не понимаю, чё они хотят от нас? Мы поставили тачку вот тут. Дальше чё? Дальше чё? Вроде бы в том же самом месте, но... Блин, чё-то я реально не понимаю. В игре есть какие-то, видимо, недоработки от сдачи тачки. Или чё? Я не пойму. Потому что как бы я её привёз на меточку, но тут чё-то не работает. Или как-то оно работает, но очень плохо так. Ну, вот мы приехали на точку сбыта этого автомобиля. Всё, мы отдали тачку. Пресс, окей. Ну, всё, как бы тачку уже я привёз. В чём проблема? Может быть, надо сюда теперь подойти пешком? Где иконка человека? Ну-ка. И тогда... Да, всё. We win done. Отличненько. Всё, мы закончили это задание. Теперь мы можем отправляться на следующее. Давайте вот берём наш гольфик. И едем принимать следующее задание. Давайте 2K, 2Press, сесть в тачку. Окей, 2Press, 2K, сесть в тачку. Отличненько. Давайте попробуем ещё одну машину забрать. Посмотрим, какие там ещё будут автомобили. Это, кстати, перегон тачек из 90-х. То есть мы играем за перегонщика, автоугонщика у таких тачек. Также, ребят, Delivery Auto 25 долларов 5 опыта. Окей, давайте берём эту тачку. Новое задание. И отправляемся за перегон. Кстати, тачка спавнится опять тут же. И это тот же самый автомобиль, что и у меня. В чём пункт? В чём прикол? Я не понимаю. Окей, ладненько. Давайте её отправим. Просто я уже видел на скриншотах, что тут есть в игре. И очень крутые машины какие-то. Абсолютно очень интересненькие. Не такие, как вот сейчас. Там есть Мерседесы какие-то старые. Роллс-Ройсы старые. Чё-то такое. Но пока что почему-то мы только гольфы возим. Блин, на самом деле хочется что-нибудь поприкольненький повозить. Поэтому, ребят, на самом деле игрушка действительно интересненькая. Если хотите её скачать, я оставлю ссылочку в своём телеграм-канале. Обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я его создал совсем недавно, вчера. И буду рад вас видеть там. Там будут выходить новости и разные сливы игр, ссылочки и всякая нужная инфа. Поэтому буду тебя ждать в телеграме. Подписывайся, мне будет очень сильно приятно. Так, всё. Мы, в принципе, приехали на меточку. Окей, всё, отлично. Тачку поставили. Теперь мы идём на сдачу автомобиля. То есть, куда нам нужно идти. Вот сюда, на иконочку человечка. Подходим к ней. И, в принципе, игрушка очень простая в своём геймплее. Довольно-таки интересно проходить такие задания. Но, по крайней мере, сейчас. Потому что, на самом деле, когда обновления в Симулятор Автомобиля 2 нету, вот такие проекты хотя бы разбавляют контент. Разбавляют хоть во что-то играть. Потому что, реально, уже весь Симулятор Автомобиля 2 прошёл вдоль и поперёк. И хочется какую-нибудь другую игру. На самом деле, была бы лучше, если бы тут в игре были различные спавны тачек. Как видите, тут тачки спавнятся в одном и том же месте. На самом деле, это не круто. Было бы намного лучше, если бы их можно было воровать, типа, там, возле дома у кого-то. То есть, надо взломать замок, что-то ещё. Это бы смотрелось намного интереснее. Но, как видите, тут есть вот такой вот. Но тут тачка какая-то уже более интересная. Это Бэха. О, это какая-то простая вообще тачка. Ё-моё, это какой-то вообще не очень крутой автопром. Окей, ладненько. Эй, да, я сяду. Отличненько. Опять сели. Какая-то старая машина. Даже не знаю её название. Ребят, чё это такое? Ну-ка, подскажите. Кто смотрит примеры, ну-ка, напишите быстренько название этой тачки. Потому что какой-то это колхоз, на самом деле. Ну, а как вы хотели? Игра про перегон тачек 90-х. То есть, мы сейчас находимся где-то в 90-х. В старые времена. Ну, уже относительно старые. Кстати, тут ещё нельзя тачку сломать. Относительно старые времена, 30 лет назад. Как бы, ну, чё вы хотели? И, блин, ну, для тех времён, наверняка, это была тачка такая. Наверняка, более-менее. Наверное, как сейчас. Солярис, Киори, его что-то такое. Средненький класс. Окей, давайте опять ставим тачку. Выходим. Из машины. Мне, кстати, балдёжно нравится управление. Оно такое же, как и в других играх, как типа Cargain Goodermest, там, Argon Mobile. Вот наподобие. Вот, видимо, это один и тот же движок. Он очень кайфовый. В принципе, игрушка очень прикольная. Не забывайте, что она находится в раннем доступе. Конечно, в ней есть много больших нюансов. И больших, и маленьких. Но это только ранний доступ. То есть, игру только слепили, только сделали. Тут, по факту, даже основная машина-то не нужна. То есть, в любом случае, её, кстати, ребят, можно заменить, купить себе другую. К примеру, в автосалоне. Но она, мне кажется, не нужна. Потому что ты на ней катаешься, но максимум 2 метра проезжаешь и садишься на ту, которую нужно угнать. Поэтому тут акцент как бы не на этом идёт. Но в любом случае, довольно-таки прикольненько это всё видеть в игре. Поэтому я обязательно на эту игру оставлю ссылочку в описании. Заходите в мой телеграм-канал. И там вы можете с лёгкостью скачать. Поэтому без проблем. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет угонщик авто. Все, кто напишет слово угонщик авто, обязательно попадёт в моё новое следующее видео. А сейчас, дорогой мой друг, переходи сразу же смотреть следующий ролик, который у тебя появился на экране. Прямо сейчас бегом смотреть. И не забывай заходить на телеграм. Это очень сильно важно.